всех приветствую на своем канале долго я собиралась это видео записать но меня тут все почти кому не лень вконтакте отвлекали отвечала на комментарии пила кефир кстати шарфик кажется я в обзоре шарфиков интересно слышно как я голову чешу мне тут попросили одной рукой чесать другой что то делать я столько времени не прочешу или дырку прочешу и у меня все мозги вылетят а мне мозги нужны в общем у меня когда я делала обзор было ощущение что я забыла какой-то шарфик сегодня когда я доставала какую-нибудь шмотку специально для этого обзора после ванной нисто у меня там пижама я решила что в пижаме ну наверное это как-то слегка совсем фрик я сейчас кстати клау задвигаю внутрь не знаю слышно ее или нет ну и нашла я шарфик и хорошевский и поняла что наверное я его не обозрела чтобы мне было обидно у меня не почешно на answer не не а это я кстати низ я саюзова вот этот блеск коленкрайновский смятый для объема а поверх вот этого и вообще сверху смешалось слегка я заюзала вот этот ивановский подарочник у нас сейчас дождь идет я не знаю слышно его или нет он то идет то прекращает то снова идет вот я в глазу ковыряюсь просили постукивания вообще я хотела взять стакан и по нему постучать ну как обычно забыла я попробую стучать пальцами по столу не знаю будет ли это слышно фоном потому что мне сказали что если близко в камере то это очень громко получается в наушниках я сама себя в наушниках не слушала я в наушниках одно время смотрела аниме когда сиделка с бабушкой год назад сидела чтобы друг другу не мешать и у меня была бессонница и вот что хочу сказать вчера я сидела у Маши у нее мама я сама Маша набрала сирене букет белый не поверите обычно я ну еще вот эту всю фигню генетически модифицированную мутированную ну или как оно 3-5 лепестков да вообще мои ноги стучат а тут специально же обычно ищите да тут я села смотрю как раз на меня 5 лепестков пырится я ей говорю ну мы будем с Машей смотри 5 лепестков мама ей говорит бери его его надо съесть раз еще 5 лепестков пырится даю Маше и в общем в сущности я нашла 4-5 лепестковых мы с Машей по 2 слопали и 1-3 лепестковых при этом я особо напрягаясь просто решила сирень понюхать блин ну и а 3 лепестка ее мама говорит ой это несчастье выйти не выйти не ну жалко я просто сорвала думаю надо блюдечку положить сидела и вспоминала я сейчас вот вспоминаю ведь в детстве это как-то там еле и что-то загадывали да вы мне в комментах если знаете отпишите потом ладно и кстати моя эпопея про фаберлик ну я в том видео говорила что мне отписали и что я отписала сегодня мне название где-то в 15-20 что ли по московскому времени на телефон мадам Елена из фаберлик она у меня обозначенная а она названивает ну видать решила наехать а я тут учусь тоже быть наглой а то сяду тебе на шею и не слезут и ножки спустят наглость же второе счастье да но я не думала что их тоже на уши поставят и она такая вся возмущенная у вас какие-то претензии к нашему обслуживанию то есть все я думаю но если у них хамство считается в цене и все остальное это вроде как не проходит под жалобу я говорю да я говорю понимаете вот у вас пункт был оба раза закрыт я говорю я пришла говорю у вас не таблички что вы там ушли ну как в магазинах пишут отошла на 15-го да не еще что то и приходится или общаться с продавцом у соседнего магазина и объяснять что ты не верблют или даже стоять и не знать куда идти потому что по расписанию то вы работаете должны а на самом деле нет я говорю я понимаю что вам тяжело сидеть скучно наверное постоянно быть на месте но это же ваша вроде как работа она так видать прифигела что-то мне так поотвечала между метями я говорю не омаете я говорю ну вот вы допустим приходите в библиотеку а человека за кафедрой нет вам же говорю неприятно будет что вы пришли сдавать книжки а работника нет я говорю так же и мне если к вам кто-нибудь придет а у вас тоже ну так никого нет вы говорю хоть бумажку оставляйте что-то ушла в другой отдел да или искать и там-то а это какие у вас еще претензии я говорю ну вот мне объяснили что покупать у вас нельзя оказывается хотя допустим в том же в Ярославле и в других вариантах АП Фаберлик вполне себе продают ну мне написали на сайте что так нельзя делать ну в общем все мои недоразумения уже разрешились в основное у меня претензия была вот к этой работе вашей после чего я ее так вроде вежливо свела но я подостреваю думаю если я приду за заказом я ей сказала что у меня даже возникло желание в Ярославле забирать свой заказ раз у них работать непонятно как уж лучше думаю ездить Ярославль а значит там поухало поахало подозреваю немножко у них припихло попочку туда и учитывая что на сайте вообще указан совершенно другой человек а не та которая отвечает за это там какая-то Светлана какая-то отвечает за АП и звонила мне Елена общалась со мной тогда грубо вообще я не помню как ее звали но точно не Светлана и не Елена ну и она мне как-то такая что я понимаю что если я буду что-то заказывать что мне лучше все таки забирать Ярославль но я пока ничего не буду заказывать в Фаберлике мне в принципе это не интересно мне все убрахло дофига сегодня он еще разбирала как раз на подарок одному из подписчиков мне правда уже сказали в личке что надо делать там как минимум три победителя или еще что-то но пока только 13 человек делать три победителя это ну или проведу потом какой-нибудь конкурс но потом я же говорила видео люди если хотите конкурс но скажите что вы конкретно хотите конечно на всех не угодишь ведь да ну а потом я не люблю когда вот так вот нагло мне пишут делайте стоит делайте все я конечно могу пойти на поводу там что-то сделать но от напора я теряюсь если я сильно так это набор то я могу вообще отказаться ну конечно я от конкурса не откажусь мне самой интересно вот как я первый раз вот провожу вот этот рандом или как он там называется методом тыка там список надо вставлять потом по номерам этот список сам по себе перемешивается и кто на первом месте будет тут и победителей в общем интересно у меня даже товарищ один подписался стифаретника тролль такой малолетний там он что-то уже выдал в общем его уже из этой темы не выкинешь он там кажется одиннадцатым что ли номером в общем где-то после десятого мальчик такой уже выдал типа убери всех своих баб пошли там нету все но он тролль такой он забавный неплохой в принципе паренек типа я подписался подписался ну фиг с тобой раз уж там он там отрепостил эту ссылку на этот репост репоста пусть будет я не знаю сколько у меня уже это все идет вроде есть еще какое-то время я слышу как я саму себя чешу по щеке честно слышно будет камеру я еще какая-то я делала к этому тренер что сейчас в голову влезла я ведь забыла совсем волосина кстати прилипла моя чем не было такая идея сделать несколько тревантов от снятости и фрашевских но я не знаю как бы люди восприняли это в плане получить подарок поэтому я решила просто взять все новые продукты я сегодня сделала одиннадцать страниц перевода все надо было сделать перерыв тогда бы сделать чуть побольше но я чё-то так с моя ошибка до упора дошла это в четыре где-то проснулась поняла что лучше встать потом где-то в девять вырубилась просят меня видео про мое утро но у меня утром понятие растяжимое а эту в двенадцать встаю то в час то в два то в семь то в десять когда как хотя у меня был парень он говорил что он мог допустим восемь вечера проснуться я пришла как раз к нему он говорит о лёля пришла ну типа когда проснулся тогда и утро это у меня дезик имени меня спрейдчиком у меня мармелада в этот раз нет но у меня осталась одна пастила с прослойкой мармелады я сейчас зиму чтоб не шокировать вас своим своими молочными зубами там не вопят шутят зубов нет на самом деле у меня нет зубов только вот здесь вот здесь ну вообще чисто кровно нет только вот здесь зуба было что его вырвали в свое время в шестнадцать лет и он еще не успел окончательно так вырасти точнее там видимо вырвали это один но на его месте видимо два должны то что у меня вот здесь вот видно что их якобы нет это у меня молочные наращенные были ну моей тёте была врачиха знакомая она считала что та умная и вроде как нормально молочные наращивать хотела мне все зубы подровнять благие намерения но суть такая что казалось нельзя молочные зубы наращивать и у меня сначала один обломился потом второй обломился хотя обломился первый когда еще это как это называется то когда время в общем это допустим купили обувь не прошло месяца у вас а гарантия короче когда гарантия еще не прошла на этот зуб но она ничего мне не стала восстанавливать потому что там уже не к чему было прикрепить и в результате из-за ее криворукости у меня теперь два вот таких зуба когда они решат выпасть вообще понятия не имею я тут слегка простуженная вчера я что-то помирала сегодня я помирала но приняла ванну на удивление не нырнула спать не захотелось почти все прошло никаких там этих непонятных болей в мой организм вообще со странностями такими вот так вот у меня тут осталась одна пастила все 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 написано меня спросили передать привет или царева Лана Дели Рей надеюсь правильно запомнила и Вика Вика привет вам привет вам и Вика не в